всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте вот за что я люблю свою аудиторию это во-первых за веселый нрав за серьезность за эрудированность за неожиданность александра гладченко то уже вспомните или вопрос про ржавые лезвия ну и за ту атмосферу за ту ауру которую вы создаете на канале потому что несмотря на то что все разные по большому счету все мы одинаковые темы взрослые дети потому что каждый раз когда к нам в руки попадает какая-то интересная игрушка и уж тем более если она нравится нам мы кто мурашками покрывается от хорошей музыки как я вот блин вот музыки нет но что-то видать не вру морохи пошли у кого просто настроение поднимается а кто из пессимиста превращается в оптимиста то есть вот 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 такие мы все тут собрались вот это и приятно и как бы найти так продолжение всей этой ноты будет сегодняшнее бритье я еще не знаю каким оно будет я знаю каким я хочу чтобы оно было но должно быть великолепным ребята почему что потому что сегодня необычный станок не ржавый за 40 баксов выпущены компания фердрихан до у фердрихан под названием амбассадор и его не один такой там есть еще там три-четыре которые даже еще и 35 баксов стоит что-то там какая-то скидка у них сейчас идет я хз что-то они там мутят мутят и плюс ко всему мыло мыло на которое давно уже положил глаз точил зум и сегодня она тоже попадет в обзор очень-очень от всей души надеюсь что сегодня будет что-то волшебное так ли это узнаем совсем скоро выйдите смотрите я начинаю покажите покажи какая-то красивая мать какая красивая ты моя красотка передали ты моя молодец скажи лиза привет давайте знакомиться с сегодняшними участниками которые у нас появились в благодаря дмитрию платахи на помазок станок ну давайте наверно со станка начнем необычный необычный и достаточно такой эффектный товарищ который у нас представлен компанией который тоже называется необычно фендрихан как-то вот так сам себя ловлю на мысли что больше склоняюсь к тому чтобы назвать его федей но фендрихан так фендрихан если запутаюсь то федей буду называть что же это такое из себя представляет это полностью нержавый станок который изготовляет компания фендрихан достаточно необычной конструкции которая не так часто попадается потому что станок несмотря на то что он трехсоставной он с одной стороны обратите внимание открытый другой стороны закрытый давайте прогоним его наверно по всем ттх и постепенно будем выяснять все эти вопросы которые у меня есть к нему возможно к концу обзора у нас что-то и образуется вес танка в сборе 109 грамм ручки отдельно 80 но вот это по-нашему голова отдельно 29 ну не удивили я даже не знаю 29 грамм как бы это для нержавой то головы дело в том что совсем недавно был от разорвать там 32 грамма весила и это было не нержи ну это вопрос на для размышления диаметр ручки 13 миллиметров при длине 95 ширина головы 25 2 длина почти 43 миллиметра 42,9 не знаю почему почему-то захотелось измерить и так тоже 7,9 миллиметра ручка его не сказал что это что-то такое чего я раньше не видел или хотя бы на фотографии или видео но в живую в живую приблизительно что-то такое похожее было по моему с айконами если я не ошибаюсь но это не уменьшает того что ручка приятно по накатке вижу что в некоторых местах есть какие-то такие вкрапления которые еще пока не могу индифицировать то ли это какая-то частичка грязи попала которая несомненно будет сюда попадать потому что очень плотная насечка то ли это некачественная насечка сказать трудно пока этот вопрос без ответа для меня но в любом случае насечка сама по себе тактильно очень приятно я уже понимаю без всяких экспериментов что будь мои руки влажные или мыли станок все равно никуда не денется держаться будет как вкопанный это говорят мои подушечки пальцев их не обманешь то есть вот прям надежная хорошая штука ну и 80 грамм конечно же нравится здесь торца нет никакой полусферы при желании вы где-нибудь сможете поставить станок и так на папа но смысл голова он не будет устойчив в любом случае но почему-то мне все равно вот такие ручки где нет полукружие вот здесь ровненько нравится больше понимаю что это имха но тем не менее сама голова нижняя плита очень серьезные вопросы у меня были к ней потому что заявляется что весь станок полностью нержавый чисто внешне трудно сказать что вот это тоже нержавейка но тем не менее есть у нас человек которого алекс владимирович он сообщение под распаковка написал что да вадим болин все нормально это нержавейка делается под какой-то там супер-пупер забубенной технологии наподобие как роквелл поэтому говорит все может быть вот пока ребята все данные которыми располагаю то есть вот слова алекса и мои догадки все больше ничего нет по качеству по качеству претензий ребята ноль приятная без облоев без заусенок без каких-либо таких знаете факторов которые вызывали бы но не то чтобы раздражение а какую-то такую хоть шероховатость то здесь все в порядке здесь все хорошо даже вот не пойму галтовка здесь проходила что ли лепестко струйка потому что вот по краю вижу вот здесь вот облой но облой такой что он не как заусенец просто зрительно его глазом цепляю тактильно нормально он ощущается такое знать как будто все завальцованное сглажено приятно верхняя плита фиксатор для лезвий под пазы в нижней точно также все как-то как знаете как ну-ка песко струйка пошли как галтовку прошло ну и фиксаторы для лезвия которые будут упираться в верхней плите вот видите выемки специально лишняя дополнительная фиксация для лезвия это никогда лишним не бывает и верхняя часть полирована вот здесь да вот здесь тоже как-то легче поверить что это нержавейка возможно алекс и прав лезвие так как дмитрий платахин сказал горит вадим танок мягкий так что говорит ставь на него очень тёстренькой чего не тёстренькой в моем понимании вот самая-самая все-таки физер поэтому его и поставим лезвие канолевая ни разу нигде еще не ходила распаковываем первый раз поэтому я думаю что результат уже будет достаточно такой более менее объективный потому что лезвие физер это не те лезвия которые обладают какой-то ну как это назвать кромка не заусенец на лезвии который нужно первый раз сглаживать некоторые ребята даже советуют что ты паришься говорит возьми вот так вот проведи по такой стороне руки которые бы все у тебя это сгладила только аккуратно естественно чтобы не порезаться вставляем есть шевеление есть тактильно вот замерить не могу так вот интуитивно но в пределах одной двух десяток не больше ведь как она колышет но это неважно важно когда фиксируется в лезере в нижней плите так хождение есть так хождение вот тоже ведь тоже есть давайте уже наконец зажмем посмотрим что будет в конечной точке кстати обратите внимание на резьбу здесь никаких вытачек нет то есть вот это как прижимается так и будет прижиматься а не рано ли я собрал ребята есть предложение давайте-ка наверно сравним этот станок пока я сюда уберу еще посмотрим вот на эти два предыдущем видео я предложил что ребят давайте я вытащу все свои нержавые будем сравнивать дарам дарам напугал ежа голым задом их оказалось всего два то есть это небезызвестный вам роквелл который изготавливается из нержавейки и в канаде и из силу мин замок замок по моему но уже в китае это конечно нержавейка это у нас канадский вариант и небезызвестный r96 от команды мюлли который любезно предоставил опасная бритва рф под названием рока рока это типа там ух крепость по-итальянски он тоже полностью нержавый как заверяет компания ну разбирать смотреть роквелл я думаю смысла нет потому что вы его все хорошо знаете но тем не менее мы сейчас раскроем посмотрим ручку ручку тоже убираю а вот рока рока не такой частый гость вот с ним бы было конечно же интересно тоже сравнить тем более что станок полностью из нержавейки и вот здесь если уж я про амбассадор так говорил то про это тоже вполне можно было бы сказать если уж я говорил за амбассадор всего вот этими вот непохожестями как-то для обработки металлов резанием понятно что это было или кованая ли то то про рока р96 можно это сказать точно также в полной мере то что посмотрите ну тут явно это не обработка резанием это скорее всего да не скорее всего литье есть он даже смотрите вот эти как вот не облой а как не литнички а какая форма складывается вот эти вот плазончике ли чё там вот это вот такое все это видно вполне может быть что да это все-таки нержавейка потому что вот это точно нержавейка этой компания сама заверяла и сами немцы говорят ну все значит принимаем что амбассадор федя он же фердрихан полностью нержавый станок вставляем лезвие обратно подумал 6 сек и решил что наверно все таки не стоит торопиться такие обзоры где в одном месте сразу же три нержавых встречаются не часто бывает и вы меня потом заклюете и правильно сделаете давайте сейчас все вместе прогоним чтобы хотя бы какая-то точка отсчета была примерно как они к друг другу относится и так еще раз голова 29 граммов этого амбассадора голова урока 32 грамма голова роквелла 48 ручка у роквелла 72 грамма самая легкая получается уроки 40 у 47 грамм худеет на глазах зараза ну эту ручку вероятно уже все помните 80 граммов у амбассадора и это еще не все наверняка же кто-то найдется и спросит вадим подойдет ли ручка амбассадора к роквеллу ребята сразу предвосхищаю вас вопрос говорю подойдет итог я собрался уходить дверь захлапывать а кто-то выходит еще и говорит вадима подойдет ли ручка от амбассадора кровь ребят не думаю что хорошая идея соединять эти вещи потому что рока это рока это станок сам себе но тем не менее проверю и да подходит резьба унифицированной на ручке стандартная для всех этих лезвий станков ну им дошла очередь до помазка ребята это синтетика мюллевская синтетика глядя на не совсем обычную ручку вы можете сказать слушай а чё это за синтетика сам дмитрий это объясняет так господь дал ему руки не задницы как бы сам что-то умеет делать и он сам для себя решил а зачем мне переплачивать за пластиковую ручку два косаря когда я могу сделать ее сам он покупает один узел слава богу компания этим господи чуть барыжить не сказал продает продает он покупает один узел делает ручку и вот посмотрите что у нас на выходе получилось вот такая красотулина которая весит вся два грамма это легче чем я привыкну в руке чувствуется в принципе наверно из-за объемности вот этой ручки очень 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 отогнаете интересно я не совсем понимаю зачем вот этот все блестючек будто пленкой затянуто вот эта пробка я бы наверно к ней все-таки согласился больше руками вот так касаться вероятно дмитрий опасался что пробка будет впитывать влагу или еще что-то и поэтому и закрыл ее так ну может быть может быть не знаю не готов сказать так попробовал чуть-чуть попробовал по резьбе не идет все трогать не буду скорее всего хозяин здесь все заклеил все нормально все хорошо размер узла по моему он говорил что . взял до 20 миллиметров 20 миллиметров 20 миллиметров 20 миллиметров это м к по моему если мне память не отшибает высота узла у нас 50 56 миллиметров ручка ручка 50 миллиметров при диаметре 32 ребят ну чё хочу сказать вот такие бочонки я про ручку держу впервые в руках и я бы сказал что мне это нравится нет эргономики знаете вот такой вот который который позволяет вот так вот хвататься но тем не менее наверное из-за того что здесь пробка есть есть все-таки какое-то ощущение теплоты и свой кости не так это знаете вот как-то вот что знаешь как паровозная цепка но как-то покажет себя в работе будет ли напрягаться пальцы удобно ли будет держать это мы узнаем совсем скоро очень приятно что сегодня на обзоре будет сестричка небезызвестного дорожного помазка мюля который предоставил опасные бритвы рф и который до сих пор у меня в фаворе и никогда из него не выйдет потому что ну ребят мюлевская синтетика это отдельная песня синтетический ворс ни на что не похож совершенно я вот не понял что это такое а это какая-то фигня тут летает это ничего не лезет ребят не подумайте так вот вдвойне мне радостно потому что посмотрите дорожное насколько меньше чем то что пришло дмитрий то есть в угоду тому что вы можете брать это с собой естественно и размеры были сделаны соответствующие потому что спрятать вот в такой тубус к примеру вот ту красоту которую пришло дмитрий было бы гораздо тяжелее и ручку пришлось бы делать больше поэтому он сам по себе такой маленький плюс он все время находится в закрытом состоянии то есть он там как бы хранится и если этот распушенный этот смотрите как так маленечко что же до трудно что-то сказать ребята потому что у них форма совершенно разная несмотря на то что и тот и тот похоже на пропеллеры но вот этот больше конечно этот я не знаю ну может быть тоже пропеллер внешне вроде бы чуть-чуть они маленько схожи но вот здесь вот из-за того что этот плотнее а этот уже более распушенный не трудно сказать если какие-то отличия или нет если сравнивать как мы обычно знаете вот так вот делаем то есть так вот проводишь то можно сказать что набивки вообще никакой то есть слабая набивка откровенно слабая но я точно знаю что к этим помазкам это не применимо потому что они работают совершенно по-другому и уж то что мюллевскую синтетику соплей но еще ни один человек не называл поэтому предлагаю просто давайте пойдем в работу и в работе уже оценим пока же нравится нравится правда нравится вот такой распушенной синтетики от мюлю я ни разу не держал в руках и не пробовал вот сейчас вот и погоняем а мыло у нас сегодня будет де пердам которая появилась на канале благодаря моему подписчику дмитрию долбанов блин давно давно я на него уже глаз так знаете так потный мыльный уже положил хотел его как-то так это самое запробовать но вот сегодня я думаю что с королевской синтетикой можно королевское мыло попробовать почему решил что это мыло именно королевское чего это вдруг взял то ни разу никогда в руках не держал не пробовал не слышал не читал и бам сразу королевское ребята я не знаю просто не знаю потому что когда я увидел вот эту банку я понял что это мне нравится когда я открыл эту банку вот такая смотрите все олдскульно каких-то неброских таких джинсов таких осенне мрачных тонах такой знаете вот заходящие это ночное что-то такое прям ух ну прям по фэн-шуй олдскульное что-то такое ребята когда открываешь и оттуда такой аромат идет такое амбре что выбивает нахрен из башки все вопросы откуда взял почему решил да потому что вот сам себе так отвечаешь вот и все так ли это на самом деле узнаем совсем скоро но пока мягкое мягкое мыло чертовски будражит и прям ух вы знаете что то прям вот прям я не знаю ну пока не готов сказать вот сейчас не буду забегать вперед но пока просто в восторге зашкаливает что будет дальше посмотрим ну а чтобы завершить точечку поставить у нас будет сегодня авто шейф ли ли вы все знаете это старая добрая португальская или испанская испанская фирма ну господи португалия испания две области одной и той же страны но тем не менее чтобы быть точным до испании так вот запахи не этой компании всегда нравились и на наше счастье свои запахи они всегда подтверждали годным продуктом если это авто шейф годный авто шейф если это мыло то годное мыло если это бальзам то годный бальзам ну а что касается вот именно такого белого крема то он впервые и я не знаю ну давайте попробуем узнаем я не думаю что это подкачает но все-таки не будем забегать вперед все хлопцы пошли бриться ребята как мы прошли вот это вот это веселый такой какой-то лимонно-цитрусовый апельсиновый грейпфрукта барбаршаповский какой-то запах и плюс ко всему это какие-то легкие ноты которые даже человек который не любит цитрусы вот они ему акценты никакого не составляют они просто создают фон а главный фон это бритвенная свежесть вот вы когда заходите в помещение в этом помещении пахнет так вы даже думать не будете в какое помещение вы попали уже точно будете знать где вы находитесь вам останется только открыть глаза и сказать да да делайте со мной что хотите брить и стреките там канатку полубокс там видите шаретку мне там шею скоблите ну чего-нибудь сделайте я хочу и вот тут все это магия не начинается вот что он обещает посмотрим так давайте чуть-чуть пришить нанесем с последнего стрима александра я понял что для него достаточно серьезная проблема если он подбад подготовку бритью проходит не в том режиме которого привык то есть после душа допустим с тем же самым полотенцем например у меня везде бы намазал везде у меня слава богу по-другому я не знаю каким макаром сумел вернее шкуркой щетина приспособиться к той беспредельной канители которая происходит на канале каждый раз то есть разные станки и разные лезвия у многих людей это и у меня раньше впрочем тоже вызывает серьезные затруднения а вот у него вызывает это наверно точно таким же макаром как некоторые люди которые бреются каждый день ты прессе бреешь неделю полторы две там попривыкала и все и после этого нормально хорошо возможно я вот так этого слова шла все к чему что если у вас допустим такая же бодяга как вот у александра то возможно просто нужно проявить чуточку терпения и настойчивости просто повторять это почаще до тех пор пока вот это он все не адаптируется и не начнет уже привыкать ко всему этому вот например как я сейчас распарки никакой не было просто намочил чуть-чуть лицо крема чуть-чуть и сейчас буду уже полотенчиком мохнатушка снимая то есть понимание александра это вот light режим то есть вода 45 градусов примерно где-то но до 50 точно такая без всяких жгучий потому что пацаны вот который раз уже это мы на стриме это говорили что эпидермис не перепаривайте что-то мне это в башку засел я сейчас стал относиться к этому гораздо серьезней потому что я наверно все-таки согласен что часть вот того разряжение которое у меня ускакивало возможно в силу того что я там сильно горяченький и все у меня это отпарилось больше чем надо то вы наверняка понимаете о чем речь вот возьмите руки долго в воде подержите они вас белыми становятся почему кожа влагой пропиталась после этого с ногтями с кожей вы можете делать все что хотите они как пластилиновые с лицом то же самое синтетика синтетика от мюлей просто намочил а а синтетика от мюлей просто добавь воды это откуда не от жилет так берем наше было ребят как вы на ой 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 что тут творится смотрите это крем тут не надо ничего возюк это просто на помазок и надо сразу на лицо идти не будет чаши никакой зачем такой красотой синтетикой в чаши это это кощунство ох ты блин как бы я даже не дофига слишком хапанул то этого мыла димыч твоя синтетика другая твоя мне больше нравится даже могу сказать почему японский городовой смотри что творится да перехапал мыло сейчас водичкой придется разбавлять его первые театры что происходит то дай-ка еще водички чуть-чуть ребята это не алебастр это просто мощная офигительно большие количества бизе я понимаю что у каждого мыла своя пена быть одинаковыми они не обязаны и даже мыло вот как вот кстати последний стрим подтвердил что не обязательно даже если пена чуть-чуть впадает и она не такая плотная то вы будете бриться плохо потому что на лице у вас достаточно вполне себе смазки вы будете великолепно бриться но здесь это все не об этом посмотрите что творится просто офигеть и давайте наверно с открытой стороны начнем а все больше ничего не надо уже понятно что это такое это офигеть что это просто перебираем на закрытую Ребята, я еще не добрился до конца Но я точно знаю, что затыкайте уши У кого рядом беруши, берите Потому что хвалить я его сегодня буду Блин, по самые неболути Он охренительно обреет Вот промывается охреново Никак не хочет В закрытой голове чуть-чуть кусочек застрял Чего-то там, о, все, наконец-то Почти промыл Обреет, блин Да, ты фантастишь Открытое 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 Мыло, блин Ну, я не знаю, вы видите его, его не видите Но его дофига еще, реально просто дофига Вот, от слова очень дофига Посносил изрядно Особенно хорошо на ровных плоскостях Не сказал бы, что он снес как-то слишком много Нет Мне больше понравилась та уверенность, с которой он это делал Я понимаю, что сейчас вторым, третьим проходом я все это дособираю Но для первого прохода он снес в принципе-то не больше, чем все остальные хорошие станки Но и не меньше Ну, как он с собакой это делал Это знаете, это Вот если две машины Взяли, допустим, вот одна На скорости 60 км она, допустим, на третьей передаче Набирает, допустим, две с половиной тысячи оборотов Это ее максимум Ну, чтобы двигатель работал в своем режиме А она пытается это поддерживать на трех, на четырех тысячах оборотов Но это дебилизм Но и не на третьей передаче, а на второй То есть она тоже Но она это делает Возьмите, допустим, ту же самую машину Вы просто передачу переключили И уже работаете 60 км делаете не на трех с половиной тысячах оборотов Но на две с половиной, как это положено То есть вот примерно такое соотношение Вот как он это делает Он с уверенным ходом идет Как по накатанной Ну, вес Вес, вы сами понимаете Ой, блин, это уже не заключительное слово, нет? Давайте второй, третий проход еще сделаем Так, чуть-чуть намочим Я вот сейчас рукой намочил А чувствую, что я помыл рукой вожу Вот этого Сто пудового до конца бритья хватит Еще и останется Димыч, твоя мюля мне больше нравится Она более такая Вот такая, понимаешь Вот она объемная, что ли Она так Ааа, здравствуй, друг Иди ко мне Я тебе сейчас хорошо сделаю То есть А моя такая Нет, она хорошая Все нормально Но у нее хребет все-таки Более определенный Ввиду того, что Скорее всего Вот она постоянно В заточении Бедняжка Вот она сидит такая Ждет Ну, суки, когда меня погулять Выпустите А это Никто ее не запирал Она вся Вот на распашку Как есть, так и есть Наверное, мне На свободу ее надо Выпускать, чтобы она распушалась Ну, а что В дорогу все равно Никуда не ездит Что я там Клетки Томиться Про качество И плотность Вы сами видите Все Тут можно уже В принципе Ничего не говорить Так Ну что Второй проход Закрытая голова Продолжение следует Сейчас уже лучше промывается Продолжение следует... Ну, вы просто фантастически на лице Просто фантастически Ну, это к вопросу О подскольжении В следующий раз Если бы я постоянно Брился одним и тем же мылом Я бы Сам для себя Набирал бы мыло так Так, знаете Децл-децл В кремовом выражении Может, где-то полсантиметра Но до сантиметра Это точно Потому что В противном случае Вы не будете знать Куда излишки девать Их будет слишком дофига Ты сам будешь есть в мыле И вот это все Ты бриться уже закончишь У тебя вот это все будет И что? Жалко Хорошая Помазок намочу Что-то это В голову пришла мысль Пасочку забросил Сейчас вот по этой пене А пасочкой бы пробежаться Было бы весело Чуть-чуть попало влаги И та пленка Которая есть на помазке На ручке Сказывается Не сказал бы, что от этого хуже Стало держать Но проскальзывание появилось И, скажем так Часть сознания Нужно уводить на то Чтобы контролировать Удержание помазка Потому что скользит Вот, Дин Мне кажется Ты все-таки в этом ошибся Была бы просто пробка Вот этого бы не было Ну, в любом случае Ты же это делал для себя правильно То есть, если ты так сделал Ну, значит тебе так удобней Ну, вот для себя Будь это мой помазок Я бы пленку убрал Нафиг написано Смотрите ему city Б께서 работаешь Прикрызг 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 Погнали Прикрызг Продолжение следует... 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 Поэтому автошиф Ли Бальзам, лицо влажное Берем немного, иначе не будем знать Куда его девать, потому что по влажному Все приличные бальзамы Размазываются уйбу-йойкак Ну вот для вот таких вот пшики Я думаю будет достаточно Ой Ну у нас сейчас какой-то Изюминка такой интересный Знаете как Вот по идее он должен быть ментольный По запаху, запах есть такой Но запах не ментольный-ментольный А запах традиционный, лишний А ты попался Сейчас, секундочку Сучка маленькая убежала Ну ладно, может сейчас зайдет Запах от мяты ментола есть А по глазам не бьет Что-то вот такое вот интересное И прям мне понравилось Хорошая штука Насколько быстро он сейчас высохнет Будем узнавать Пока не высыхает Пока он на лице Работу свою судя по всему проводит Раздражение Раздражение, да, слегка есть Отчего Возможно нужно было чуточку больше уделить времени подготовке кожи Возможно я все-таки прав и лезя Слишком остро для этого станка поставил Вот некоторые расплаты и наступило Я думаю, что второе Потому что он даже родинку цепанул По-ровному идет С обычным станком Я эту родинку обхожу На раз-два А тут я прям слышал Как он тын-тын Ты чего тут наложили И все И она уже с крови То есть вот такое было С чего начнем Пока автошель сохнет Давайте наверное С мыло С мыло Которое у нас появилось на канале Благодаря Дмитрию Долбанову Димыч Огромное тебе спасибо Спасибо за то, что ты Приоткрыл мир Еще один Приоткрыл дверь Еще один мир И такой интересный То есть это Тот запах, которого я никогда раньше не встречал Это то мыло, которое Я даже не догадался Что оно существует И насколько оно классно Я то, что вот сейчас рассказываю Ребята Я просто передаю свои ощущения Я от этого мыло в восторге Да и мылом-то его назвать Знаете, как-то трудно Потому что на самом-то деле По факту Это не мыло Это крем Настолько оно мягкое Это тот же самый КД К примеру От Локситана И по запаху Если КД Он упирается В те вот сферы И там идут уже какие-то Знаете, такие величавые ноты Какого-то благостного расположения Какого-то, знаете, там Какие-то такие вот Богатые французские нотки Что там сидишь в Париже Вот эти все благоухания Вот это улыбки людей Весеннее солнышко То есть вокруг все цветет И ты цветешь вместе с этим Вот это что-то в КД То здесь несколько другое Здесь ярко выжженная атмосфера Именно Барбарша Во всем его великолепии Здесь вот одним словом Барбарша Можно закрыть весь тот аромат Который он дает А что это за аромат? Два часа назад здесь был мужик Который шипр любит Вот на него этим шипром-то и побрызгали А спустя какое-то время Пришел дядька Которого тоже побрили Но побрили там каким-то таким вот мылом Которое пахнет совершенно необыкновенно Потому что нравится ему этим мылом Вот с этим мылом его и побрили Но потом на него водичкой 47-11 побрызгали А после этого пришел другой дядька На него побрызгали уже допустим Там французской линейкой А потом третий, четвертый, пятый, десятый Все это происходит изо дня в день Всех брызгают по-разному Всех бреют по-разному С разными мылами Пришеевыми, автошеевыми Все это клубится, клубится, клубится Проходит день, два, три недели, месяц Годы проходят А потом, когда какой-то человек В Перуе зайдет в это помещение Спустя годы Вот именно этот запах он и почует С легкой, с легкой кислинкой цитрусовых Обалдеть, просто обалдеть Дим, спасибо Обалденное мыло Пенообразование 5 Укрывистость 5 Стойкость пены 5 Скоржение 5 Полскоржение такая имховая Составляющая мы все равно 5 Не такое Оформление 25 Нет у этого мыла Такой позиции За которую я мог поставить Не то, что там 4,9 А хотя бы чуть-чуть меньше Это мыло устраивает меня По всем статьям Знаете что? Я бы еще, пожалуй Назвал еще одну вещь Которую не упоминал Экономичность Я больше чем уверен Что вот это то мыло Покупая которое Можно смело Закрывать глаза И совершенно не важно будет Сколько оно стоит Там 15 долларов Или 20 Или 25 Нет, ну важно Это конечно важно Но в любом случае Вы будете знать Что вы не зря Вкладываете деньги Потому что вам этого Хватит на Ой, буй, и сколько Вы же После первого раза Как попробуете взять Как обычный крем Вы сразу Сами себя остановите Понимая что его Слишком много будет И в следующий раз Будете брать явно меньше Экономичный Чертовски экономичный Сколько вы умылить Будете Остается только догадываться Я ни разу не встречался С этой компанией Я ни разу не пробовал Продукты этой компании Но теперь я точно знаю Что именно этот крем мыло Просто офигеть Сам от себя Вот 8 баллов 8 баллов От души Просто от души Не ставлю 9 Только потому Что Докаде Я бы 9 поставил Но чем в моем понимании Локситан Крем Отличается от этого Интенсивностью Запаха Кто-то может сказать Иванов Сейчас дуба рухнул Ты всегда любил Когда там Вот такая мощь Да, ребята Любил Вот здесь Слегка цитрусовая мощь Вот родил бы так Локситан Вот это было бы Совсем другое Но Локситан Более нежный Изысканный Такой Изящный А этот Чуть-чуть более сильный Вот Сильность запаха Как это не тривиально звучало бы Вот Из-за этого бы я отнял балл Ну в конце концов Я же сам для себя решаю Вот сколько этого Да столько то Вот это сильный запаха Именно цитрусовая Была бы она допустим Какая-то мховая Деревянная Там Какая-то пачули была бы Там Или какая-то кора была бы Что-то вот такое Мускатное было бы Да Я бы может Десять дал Но цитрус Вот как-то так Лялечка Сто пудово лялечка Ха Высок зараза Все Больше ничего нет Отлично Никаких тебе пленок Никаких тебе там чего-то там Супер Супер Блин ребята Ну морду лица я разнес Конечно Блин Вообще просто офигеть Прям Хорошо Ну и поблился хорошо Отлично поблился Помазок Ребята Сколько Пяти минут не прошло Как я располоснул Увидел что сосулька поселился В середине Сполоснул еще раз Вынул остатки крема Пошел в ванну Тут никого нету Встряхнул Ну как Саня Вот он душевой Стряхивает Моя цирюля А я вон в ванну Вытер полотенцем Все Посмотрите Он готов к работе Это синтетика мюля Вы знаете Я как будто для себя Еще одну грань открыл Потому что до сих пор Все синтетики мюля Которые у меня были Это дорожная Которая опасная бритва Притаранила И за что я огромное спасибо Потому что это Это не помазок Это чудо И каждый Буквально каждый У кого есть такой помазок Может подтвердить мои слова Потому что Я еще ни одного человека Не встречал Который располагал бы Вот таким помазком И как-то так равнодушно К нему отнесся Я уж не говорю Отрицательно То есть Синтетика от мюля Она необыкновенна Она какая-то Сама по себе Я бы ее не сравнивал Ни с чем Потому что не надо Нет, ребят Нет других синтетик таких Это Это само по себе Где Как они это берут Как они это делают Я не знаю Но факт остается фактом Это вот единственная синтетика Которая Для меня не подается Классификации Потому что Это не Плис Это не Европа Это не Англия Это не Китай Это не Америка Не Канада Это ничего Но нет у них таких помазков Ну вот нет и все Слово совсем А у меня ли есть Вот как-то так Даже тот знаменитый Плисов Плисов На который вот там Всякие копии Ремейки делают И прочее прочее Он не такой Там другой вор Совсем другой Вообще В этой синтетике Сопрягается Несопряжимое Сочетается Несочетаемое Сходятся черные и белые Завязывается Такой узел Что те же самые китайцы Сидят Твою дивизию Так это же Иниянь Да, ребята Это Иниянь Здесь мягкость Колонка Норки Это Соболь Просто соболь Но при всем Притом Это не сопля Потому что там Ух Все как есть Но Ух не такое Как у Скажем того же Камана А вот такое То есть Когда надо Оно свое Ух покажет А когда не надо Иди ко мне Мой сладкий сахар Что-то вот такое Здесь Все мои восторженные ощущения Связывались И с качеством И с работой Но всегда Оставалось одно Он чуточку упругий Я с этим отчасти Мирился Тем более Что мне это нифига не мешало Но сам для себя Я знал Что это не тот Придел мечтаний Который мне нравится Это не Вот Не умаляло Достоинство Этого помазка Но все-таки Ставило Какой-то акцент Знаете Вот как Галочку Терц Маркер И все Ты это знаешь Не более того Каково же было Мое охренеть Когда я узнал Что синтетика Это может быть Совсем другой Вообще Кардинально Здесь нет Того хребта Вот это вот все Вот это вот все Иди сюда Мой сладкий сахар Все это есть И колонок Этот есть Но нет того хребта Который в дорожном Здесь есть Какая-то Вволакивающаяся Объемлемость Не такая Как на мамы чоли Что там Тебе там Болками Она затрясет Бу-бу-бу-бу Не Вот этого вот нету Здесь есть Какое-то такое Знаешь Такое Вот как будто Это делает Не одна женщина А две И вот они к тебе Вот так вот Подошли И так вот Тырц И вот и все И ты причалил Ну все Ты у себя на месте Тебе путь-то Никуда не надо Все Все Работает Просто офигеть Просто офигеть Ребят Если кто-нибудь из вас Когда-нибудь Задастся мыслью Попробовать Классную Обалденную Синтетику Которая ни на что Не похожа Возможно Возможно Тот Выбор Который совершил Дмитрий Платахин Работает А почему бы Нет Он не брал Теликом Помазок Он взял Просто узел И ставил Свою ручку Которую сделал Своими руками Если вы не такой Рукастый И не судьба Вам сделать ручку Самому Да блин Но как бы Готовые ручки Продаются Как и узлы Это все к тому Что если вы хотите Сэкономить Если же вопрос Так не стоит И вы достаточно Обеспечены средствами И последний хрен Соли не доедаете То просто возьмите Помазок Ребята Я больше чем уверен Что вам Обалденные ощущения Просто обеспечены Это не тот помазок Который выкинете В топку И скажете Что за говно Мне тут насоветовали Иванов ты за базаром Следи Ты что тут несешь Нет Не будет этого Ребят Это Это вещь Это вещь Офигительная вещь Блин Запах хранит Так прям Вообще хорошо Так Ну-ка А ты что тут На КДшну еще что-то Или что там Последнее было Осталось Знаете Если выбирать Между вот этими Двумя Я бы не смог Выбрать Отказаться от этого Меня бы остановило То как он Пену наносит И сбивает Я понимаю Что это помазок Не для чаши Для лица И на лице Он король Он выходит Пупс Вот так вот Сделал взглядом И все Пена Стопы Хоп Сама расстелилась Все Она уже нанеслась Он великолепен А от этого Я не смог бы отказаться Из-за его элегантности Элегантности И фолл-фактора То есть Второго такого Я не знаю У кого поискать Не ну да Как бы дорожные Варианты есть Он тоже Диэс-косметик Возьми У них тоже Что-то нечто подобное Есть только там Туба какая-то Пластиковая Но я его в руках Никогда не держал Не пробовал Я даже не знаю Что это такое Семь Его едят Компания пока Не присылала И вам рассказать Не могу То есть Я бы не смог выбрать Если бы я оставил Этот Отказался от этого Я бы жалел Что у меня нет этого Если бы я оставил Этот Отказался от этого Ну я бы как друга Предал Потому что он Со мной столько Уже был-то Да не Я бы его баст Так Куда тебя Вот так вот Стойте здесь За это что говорить За это вы сами Все знаете Станок Если коротко Офигительный Просто офигительный Если расшифровать Разложить по полочкам Это Нержавое создание В моей системе Классификацию Находится между 89 И 41 Головой Я думаю Что Даже как бы И не поближе К роке Но До фатипа До фатипа Наверное Вряд ли будет Ну Фатипа Мне давно не брился Сейчас пацаны Прислали Надо будет Попробовать Но Ближе к роке Все таки Ближе к роке Не к 89 Достаточно Агрессивное Существо И глупостью Моей было Ставить на него Физер Но С другой стороны Не попробуешь Не узнаешь Попробовал Узнал Физер В жизни На него Больше никогда Не поставлю Почему Поблился Великолепно Уверенный Классный Замечательный Биллиардный Шарик И дельфинчиком Они играются Вдвоем То есть Все на месте Все хорошо Но Тем не менее Изрядную долю Эпидермиса Я снес Слишком Много Это при всем При том Что По большому счету Там и Водоподготовка Была такая Лица Достаточно Средняя То есть И не перепаривал И не допаривал То есть Обычно Тыр-тыр Восемь дыр Вот все И без шкуры На лице Остался Сюда Нужно Лезвие Помягче Брид Особой Разницы Между Открытой И закрытой Головой Я не заметил Разве Что Когда много Щетина Открытая Голова Позволяет Чувствовать Себя Много Приятнее Увереннее Оттуда Тот самый Шорох Тот самый Шелест Та уверенность Грейдера Про которую Говорил В начале Видео И как Он брил Так Это что Это песня Это можно Отдельное Кино Снимать И показывать О смотри Амбассадор Пошел Детей Переводи Показать Амбассадор То есть Вот так Вот это было Понимаете Потом Впечатление Когда первую Щетину Уже Посносили На второй Третий Пароход Пошли Эти Поубавились Добавились Следующее Что По отсутствию Водоросли Господи Поросли На лице Это уже Не такой Бархатный Котенок Как он Был поначалу Потому что Там Если щетина Ну сколько Там Трехдневная Она еще Хоть какой-то Дампинг Оказывала То есть Какой-то Буфер Между эпидермисом И станком А здесь То уже Не было Ничего Он какую-то Часть-то Изрядную Убрал И тут Он мне По шкуре Айда Отыгрываться Приходилось Уже Более Контролировать Себя Смотреть Как ты Что делаешь Но тем не менее От какой-то Все-таки Частью Вечи Это не уберегло Но Факт Остается Фактом Побрил Великолепно Открытая голова На добривке Мне кажется Это не самая Лучшая идея Все-таки С закрытой Головой Поинтересней Но Физер Не стал бы стоять Лезвие Помягче Качество Качество Мы с вами Все видели На крупном плане Тут придраться По большому-то Счету Не к чему Баланс Баланс Смещен В сторону Ручки Но Это не мешает Брить ему Под своим весом Уверенно И замечательно Плюс ко всему Вся-то Самая Притча Во языцах Когда говорят Что О Там Закончик Берешь Чтобы разучиться Давить Вот новичкам О Вот с таким Другом Да это как Два пальца Об асфальт Ну просто Вот так На один Пальц Не Ну это Антрирую Просто взяли Отпускаете И все И он попер Потому что Вес Свыше 100 грамм Он как бы Обязывает То есть Это рабочая штука Что же касается Общего ощущения От станка То мне кажется Вот эти вот Федрихраны Или как они там Федоры Да они охренели Я когда увидел Стоимость станка 3995 Я думаю Да блин че Ну не может быть Дешевле 70 баксов До сих пор Я нержавых станков Ничь не встречал А тут 40 Так мало того Тут еще Сзади сидят Подсирают У них же в линейке Не один станок Их там Три по-моему Или четыре Так это Один за 40 А остальные Там Туррифайф Найтифайф Туррифор Найтифайф Ну что-то Вот к 35 баксам Туда Вот это вот Блин Ну не может быть Наверняка Они где-то Что-то схимичили Где-то Они как-то Сэкономили Чтобы вот Как-то Удешевить И вот сейчас Вот этот Свою Удешевить Где-то Они фуфел Спрятали И пытаются Вот по низкой цене Это вот и Пристроить Алекс говорит Что да Возможно Такая обработка Нержавейки Внешне Посмотрели Изнутри Не очень-то Это на нержавейку Похоже Я такой не видел Но снаружи Та полировка Говорит Да Это может быть Это нержавейка Если допустим Взять Наверу Что это полностью Нержавый станок То это Просто бомба Просто бомба За такие деньги Да это Масхэф Изделия Куда гораздо проще Из металлов Я имею ввиду Из материалов Продаются Там за 23 За 25 За 30 За 35 А тут 35-40 И нержавый Я не знаю Как вы Я к нержавым вещам Отношусь так Что это Взял в руки Моя вещь На долгие годы После тебя Детям останется А детям Внукам Перейдет То есть Это не 5 минут Это не игрушка Какая-то А он здесь Вот он Пожалуйста За 40 баксов Я не знаю Насколько правильно Поступает компания Что за такие Небольшие деньги Отдает Такие изделия Потому что Ну как ни крути Это все-таки Демпинг-то серьезный А он сейчас Многих подкосит Кто думал Заниматься Нержавеющими станками Ну а с другой стороны Они сами себе Хозяева барева То есть Как хотят Так и делают Но пока Цена не поднялась Пока на 35-40 баксов Ребята Я бы не отказался От такого станка От открытой гребенки Я бы отказался Я бы взял Закрытой Потому что Он мне и так Понравился Более чем Открытая Лично мне Ни к чему Кто любитель открытых Ребят Почему бы нет Возможно Такой вариант Мне она нафиг Не нужна Мне так хорошо Но вещь зачетная По соотношению Цена Качество Бритье Ребят Ром Недоступный Ты спрашивал Вот там Рока То все Там вот Твое мнение Вот после этого станка Я не знаю А есть ли смысл Заморачиваться за Року Если вот такие вещи есть Рока Он сам по себе Хорош Вот сейчас Я бы тебе ответил Так Если ты хочешь Какую-то красивую Стать Необыкновенную И сделанную Нестандартно Тогда да Тогда возможно Стоит подумать За Рока Но если Он тоже нержавый Но если для тебя Стоит не это На первом месте А просто Нержавейка То тут Рока Конечно же По ценнику Это проигрывает Он выигрывает По внешнему виду По оформлению По подаче Материала По своей способности Что он И подставочка Для него И помазочек Для него Все пожалуйста Для этого что есть Да ни хера А для этого есть Вот тут Вот так Я бы стал смотреть Если для тебя Эстетическая составляющая Важна То думай Решать тебе Стоит не 3 копейки А если Эстетическая составляющая С внешним видом И с возможностью Апгрейда До какого-то сета Помазок Подставка И прочее Это как бы Не суть Важна То это чем не вариант Чуть ли не в два раза Дешевле Вот так бы я сейчас Ответил То что этот станок Бреет нетривиально Зачетно И то что он Многим придется По душе Я даже не сомневаюсь Хорошая Отличная вещь Обалденная вещь Молодцы ребята Хорошо сделали Ну Вот как-то так Знаешь что Дим Я бы наверное Попросил у тебя Этот станок Оставить еще На один обзор Попробовать его С другими лезьями Помягче Посмотреть что они покажут В конце концов Парни даже писали Что один станок Не на один обзор Это возможно даже правильно Потому что есть возможность Его с разных сторон посмотреть Вот с этой целью Но пока Пока отношения к нему Самые восторженные Самые положительные Я к нему На сегодняшний день Отношусь С огромнейшим пиететом То есть просто Это для меня Открытие Просто открытие Приятное Я вот так вот сейчас вот смотрю Да блин Ну Ну чуть-чуть форма другая И ручки Вот здесь вверху И головы А так-то Айка Ты брат что ли? А нет Это не ты Ну цена-то разная Вот как-то так Все ребята Добра, счастья, радости Берегите себя Берегите своих близких Даю вам Бог здоровья Ну и До новых встреч Берегите себя Пускай у вас всегда Все будет хорошо Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok